Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, в таинстве покаяния Господь прощает грехи, на страшном суде за них все равно нужно будет давать ответ. Вопрос хороший по существу. Таинство покаяния является таинством, установленным Богом. Все, что мы исповедуем на исповеди, прощается нам в тот же момент. Причем прощается нам безвозвратно. Если есть какой-то ластик представить себе, то он стирает так, что не остается никакого следа. Бумага, на которой было написано что-то карандашом, пусть даже самым грубым, приобретает свойства не испорченные, неприкосновенные. И свидетельством этого является жизнь святых. Ну вот смотрите, скольким святым мы с вами молимся, правда? И как часто мы бываем услышаны, и тот из нас, кто имел опыт общения со святыми, знает, насколько они скоро бывают на слышание и на помощь. И даже с некоторыми святыми, особенно с нашими небесными покровителями, святыми, в честь которых мы названы, выстраиваются совсем такие прям отношения достаточно близкие. И это не безумие, это не фантазия, это правда так и есть, как и с самим Богом. Но страшного суда еще не было. Эти люди, которых мы знаем по именам, жизнеописания, которых мы знаем, они не приходили на страшный суд. Их покаяние, которое было основано в том числе и в первую, может быть, очередь на таинстве исповеди, да, на спасительном таинстве, всеочищающем, всеразрешающем таинстве, оно привело их по словам спасителя, который говорит, что верующий в меня на суд не приходит, но переходит из смерти сразу в жизнь вечную. Вот это покаяние и эта святость дала им возможность предстоять Богу и быть в Его свете, и быть в Нем, и быть для нас, для многих миллиардов людей, которые просят, там, святителя Николая, например, да, одновременно о помощи в разных концах земного шара, быть везде, всюду и быть скорым помощником для людей. Поэтому не то, что недооценивать таинство исповеди нельзя, а надо стремиться к нему изо всех сил, и не только именно к таинству исповеди, к тому, чтобы прийти и получить разрешение грехов от священника, но к тому, чтобы вся наша жизнь стала покаянием, чтобы сердцевина нашей жизни была покаянием, чтобы ты каждое мгновение смотрел бы на себя со стороны, глазами Бога и глазами святых, и проверял бы все время свою душу. Где ты, что с тобой, как Арсений Великий Святой говорил все время, спрашивая у себя вслух, ну что, душа моя, где мы находимся сейчас, что происходит с нами, в каком мы находимся состоянии. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский говорил, что он постоянно находится в исповеди перед Богом, и в его книгах и в его дневниках мы это видим постоянно, что любое помышление, любое горькое слово, любое запинание были тут же святыми, исповедуемы Богу, и они получали оставление внутреннее ощущение чистоты за эту свою непрестанную исповедь. Поэтому не страшного суда нам нужно бояться, который у каждого из нас будет свой в конце жизни, как и свой собственный апокалипсис, уготован каждому из нас здесь, вот, до момента, когда настанут все эти тяжелые события, вот, а бояться своей нераскаянности перед Богом, бояться того, что мы можем днями и неделями вообще забывать о существовании, вот, и накапливается за эти дни, недели и часы в нас нераскаянность тяжелая, черная, нами непонимаемая, неосознаваемая, которая отдаляет нас от света, вот, погружает нас в болото наших страстей, в нашу глубину, которая весьма и весьма зловонная и неприятная и наполнена всяких гадов кишащих и самых низменных подчас страстей. Поэтому будем стремиться на свет покаяния, будем стремиться на свет исповедания своего греха, будем стремиться к Богу, и нас минует не только страшный суд, но и страх, который каждый из нас испытывает почти постоянно внутри своей жизни. Животный страх, духовный страх, человеческий страх. Помогай нам всем Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...